Вопрос поддержки малых и средних предпринимателей остро стоит еще с конца марта. Многие парикмахерские салоны, спортивные досуговые объекты, магазины закрыты. Никакой прибыли их владельцы не получают. Эту тему вынесли на заседание Городской думы, которая проходила в дистанционном режиме. В решении о бюджете мы говорим о возможности субсидирования субъектов МСП, субсидирования по заработной плате, по коммунальным платежам или даже самозанятым гражданам субсидировать их недополученный доход. То есть мы, по крайней мере, открываем сегодня эту возможность. Но понятно, что помощь будут получать те, кто действительно не работает, кто сегодня простаивает, кто несет убытки. Пока предложили отсрочить арендные платежи, начиная с 1 апреля до конца июня. Это даст возможность взять паузу и проработать другие варианты, которые нужно согласовать с областным правительством. Отсрочка касается не всех предпринимателей. Это касается тех, кто арендует помещение напрямую у муниципалитета или у муниципальных предприятий, учреждений, у которых в хозяйственном ведении есть муниципальные площади, те, кто арендует земли у муниципалитета. Также на сессии обсудили возмещение управляющим компаниям части затрат на дезинфекцию подъездов, изменение положения департаментов администрации и выдачу жилищных сертификатов. Повестку депутаты получили заранее. У них было несколько дней, чтобы обсудить вопросы со специалистами. Мы направили всем по электронной почте опросные листы, где 8 вопросов повестки дня отображены, и напротив каждого из них есть возможность поставить галочку «За», «Против» или «Воздержался». Ну и поставить свою подпись. Эти листы для голосования депутаты отправляют, сфотографировав предварительно или отсканировав этот листок, на электронную почту, но обязаны также его в оригинале доставить в Думу. Сотрудники аппарата Думы почитают голоса по каждому из вопросов повестки дня и оформят протокол заседания. Процедура займет около недели.